Варежки В одном из них нужно было развернуть конфету, надев большие варежки. Итак, ну-ка, пробуй развернуть конфетку такими своими варежками красивыми. Вот, ну-ка, еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Молодец. Какая догадливая девочка. Вот, развернула. Первая конфетка есть, ребята. Вы знаете, этот праздник очень необычный. Я думаю, что кто-то из этих ребят даже первый раз узнал об этом празднике. Поэтому, мне кажется, для них это было очень интересно, поиграть в эти игры, сплести варежки. Самим, может быть, в какой-то момент побыть варежкой, может быть, ниточкой так сплестись. Я думаю, что ребятам понравилось, и тем более погода соответствующая. Сегодня очень прекрасный день. День варежки проводится в Расторгуевском парке уже второй год подряд. И каждый гость в ходе праздника может найти себе развлечение по душе. По мнению директора учреждения Григория Авдеева, это мероприятие привлекает жителей своей незаурядностью. Формат все-таки это новые веяния, которые сейчас активно развиваются в Московской области. Это событийный туризм, событийные мероприятия. То есть добавить каждому парку, каждому площадке уникальных событий, авторских. Никита Карпов долго думал над тем, как провести субботний день с дочерью Мирославой. Сюда попали случайно и в буквальном смысле окунулись в гуляние с головой. Ребенок рад, веселье, праздники. Ну, очень хорошо организовано, профессионально, хорошие аниматоры. Да, дочь? Да. Понравилось тебе? Да. Молодец. Танцы, песни, в общем, просто мне эмоции просто через край. Если честно, просто очень хорошее мероприятие, очень нравится. Участники праздника смогли разнообразить свой досуг играми, танцами и русскими народными забавами на свежем воздухе. Такое мероприятие, как День варежки, делают зиму необычнее и теплее. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.